Православное учение о почитании мощей святых угодников Божиих. Слово Божие или Священное Писание учит, что Бог от века знает своих праведников и прославляет их. В течение земной жизни призванием руководителей народные Моисей, цари Давид и Соломон, пророки, откровениями, чудесами, так что они являются среди народа светильниками духовными. Евангелие от Матфея. В смерти прославляет их мученическую кончиною или блаженным бессмерти переселением на небо, Илья и Энох. На небе общением с собою, облачением белой одежды, увенчанием золотыми венцами. Самые тела их, оставшиеся на земле, Бог прославляет чудесами и нетлением. Книга Премудрости Соломона. Первое послание к Тимофею, глава первая. И совершается пред всеми в течение многих веков великое чудо. Изъятые из тления части тела угодника Божия, кости его, части его костей, исполняются благоухания, святыни, и источают чудеса исцеления. И прочие люди, которые сподобятся небесного жительства, будут иметь по воскресении нетленное тело, сообразно славному телу Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, глава третья. Но святые угодники Христовой Церкви, как чистые сосуды благодати Духа Святого, плоти и крови Спасителя, успевают еще в земной жизни очистить свое тело от греха настолько, что оно силою той же благодати преобразуется из перстного, из тленного в нетленное. Послание к Коринфянам, глава пятнадцатая, первое послание. Стих сорок девятый. И по элику благодать Божия пребывает с ним и по смерти, то оно становится способным к чудотворению. Представляя собою жертву, святую, благоугодную Богу, святые мощи заслуживают по учению Вселенской Православной Церкви такого же почитания, как и образы святых угодников и прочие священные предметы. Православный катехизис учит, что воздавая надлежащее почитание угодникам Божиим, переселившимися душами своими на небо, потому особенно, что в них почивает и почивал сам Бог, един святый и во святых почивающий. Святая Церковь, естественно, вместе с тем чествует и оставшиеся на земле мощи или телеса угодников, которые также удостоились быть храмами Святого Духа. Послание к Коринфянам, 1, глава 6, стих 19. Таким образом, Церковь, почитая святые мощи угодников, почитает не плоть и кровь, и не прах от умерших людей, а почитает благодатную силу Божию, проявляющуюся через святые мощи в дивных знамениях и чудесах. Это столь естественное чествование святых мощей и других останков угодников Божиих находит для себя твердое основание в том, что сам Бог благоволит почитать те и другие тела своих избранных бесчисленными знамениями и чудесами. Так в Священном Писании читаем, что тело одного мертвеца едва только коснулось костям пророка Елисея, во гробе его тотчас ожило, и мертвый восстал. Библия, глава 13, стих 21. Четвертая книга царств. В целом Ливиде сохранилось тело святого пророка Елисея. Нет, оно все предалось земле. Нетленными остались только кости пророка Божия. И умер Елисей, и похоронили его, говорится в Слове Божием. И полчища москвитян пришли в землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, то увидев это полчища, погребавшее бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги. Кто дерзнет усомниться в том, что кости святого пророка были сосудом животворящей силы Божией, хотя тело его и предалось тлению. Священное Писание свидетельствует, что почитание мощей существовало еще в Верхозаветной Церкви. Так в книге «Исход» рассказывается, как Моисей при выходе евреев из Египта взял с собою кости Иосифа. Благочестивый царь иудейский Осия сжег множество костей умерших людей, но кости пророка Божия повелел оставить в покое и не трогать. «И сказал он, оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Книга царств. В той же книге рассказывается и о чудесном воскресении одного мертвеца через прикосновение к мощам пророка Елисея. А премудрый Соломон прямо говорит, что Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Премудрости Соломона. Святое Писание свидетельствует также, что даже одежда праведных людей прославлялась от Господа силою чудотворения. В книге царств указано, «И взял мелод Илии, упавшую с неба, и ударил ею по воде и сказал, «Где Господь, Бог Илии? Он Самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Кровоточивая женщина с верою прикоснулась к одежде Иисуса Христа и получила исцеление, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Евангелие от Марка. «И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». Платки и полотенца апостола Павла, полагавшиеся в его отсутствии на недужных и одержимых бесами, исцеляли болезни и прогоняли нечистых духов. В «Деяниях святых апостолов» глава 19, стих 12, говорится, «Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Даже тень апостола Петра имела чудесную силу. Там же сказано, «Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них». Итак, если платки и опоясание и даже тень апостолов имела чудодейственную силу, то неужели не имели таковой силы самые тела святых апостолов? Псалмопевец Давид говорит о праведниках. Псалтирь, Псалом 33, стих 21. «Он, Бог, хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». В другом месте тот же Псалмопевец, пророчествуя о Христе, говорит, «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Но так как Христос был не только Бог, но и человек безгрешный, то и пророчества о нетлении тела Христова относятся вместе и к телам его последователей, по слову апостола Петра. В послании к Олимпианам 1, глава 15, стих 49, сказано «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Премудрый Иисус, сын Сирахов, говорит о двенадцати пророках, уже давно получивших. «Процветут кости их от места своего, по успению Елисея пророчествовало его тело. И по успению его Елисея пророчествовало тело его. Если сила Христова нетленна, то нет ничего удивительного, что она, вселяясь в человека, делает и тело его нетленным. «Ибо сказано, открывшейся же ныне благодати явлением Спасителя нашего Иисуса Христа разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Память праведника прибудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет». Притчи Соломоновы, глава 10, стих 7. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 52. Второе послание апостола Павла к Тимофею. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова.